Всем привет, я Мишин Кирилл и это 10 выпуск онлайн журнала Power Rangers News. В этом выпуске мы поговорим о 11-й предзаряде и о новом фильме. Итак, у меня не очень хорошие новости, хотя для кого-то они, может быть, будут наоборот радостные. Премьеру фильма снова перенесли, на этот раз не так далеко. Новая дата выхода фильма 24 марта 2017 года. Если честно, я как и большинство фанатов этому рад. Во-первых, эта дата ближе к лету, а чем ближе к лету, тем лучше сборы. Во-вторых, у большинства учеников весеннюю каникулу. В-третьих, у меня 23 марта день рождения. И если у нас покажут фильм, как всегда, на день раньше, то это будет самый лучший подарок. Компания Industrial Light Image соймется специальными и визуальными эффектами в новом фильме по рендерам. Это, пожалуй, самая большая компания такого рода в мире. На ее счету более 300 фильмов. Она создавала спецэффекты для таких фильмов, как Warcraft, первых титров противостояния, Звездные войны Пробуждения Силы, Мир Юрского периода, Трансформер Эпоха Истребления и так далее. Теперь я спокоен за качество спецэффектов в новом фильме. В России наконец-то стало доступно приложение сканер Дина Заряда. Вот только оно мне почему-то вылетает. Скачать это приложение можно в Play Market и в App Store. Перейдем к новостям по 23 сезону. Каблкули озвучит Снайдер Дину в Суперзаряде. Это не означает, что Хэкл не будет Снайдом. Просто для Монстр Формы потребовался более мощный голос. Обратите внимание на шлем рендеров, а также на их мечи. Теперь мы можем быть уверены, что Дина Супердрайв меч будет у всех рендеров. А вот все шлемы подверглись небольшому, но очень крутому редизайну. По поводу описания первых восьми серий, которые, кстати, уже доступны на нашем сайте и в группах по ВК. Первая серия полностью своя. Аналог Снайдни. Вторая серия имеет аналог Снайдни. Воду в Кюрю отравил прототип Жала Гнева. Возможно, Ани снова вернут этого монстра или продумают что-то свое. По поводу третьей серии ничего не понятно. Там речь идет об отношении к честь с девушкой Кайли. Четвертая серия. И засветился вот этот монстр. На данный момент, судя по описанию, эта серия будет полной копией Кюрю. Пятая серия довольно необычная. Помимо нового режима, который на удивление появится не в первой серии, к Рейджерам на помощь придет Акварейнджер. Шестая серия тоже довольно оригинальная. Там наконец-то появится отец Стайлера. И отец Красного, и Акварейнджер появятся до времена. С совпадением? В любом случае, я рад, что не Стайлера тянулись к появлению отца. Седьмая серия отчасти похожа на Сентай. Вероятно, будет вот этот монстр, которого зовут Метиголовый. В восьмой серии, вероятно, появится вот этот монстр. Дилл Сиперзиллят выйдет в США уже 30 января. А на сайте Ника серию, возможно, выложат даже 23 января. И теперь из последних новостей. Цабан Брэндс зарегистрировал торговую марку Power Rangers Ninja Steel. То есть, как переводят самогучие рейджеры, ниндзя сталь. Теперь мы можем быть уверены, что 24 сезон рейджеров будет адаптацией ненинджеров. Скоро увидимся. Всем пока, с вами был Мишин Гирилл. Не забывайте посещать наш сайт dmch.ecos.ru И нашу группу ВКонтакте mvk.com Slash Power Rangers Нижнее подчеркивание RU И mvk.com Slash prdmch.ru